Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор об книге Исаии Вавилонского. Обратимся сейчас к 41 главе. Здесь в 41 главе снова мы видим удивительную способность пророка формулировать свое свидетельство, свое возвещение как-то так, что как в призме, в нем преломляются лучи света, и мы видим с разных сторон или одни и те же вещи, или с одной точки зрения разные предметы, потому что здесь и разговор от Бога к Израилю, и иногда от Израиля к Богу, между Богом и язычниками, или пророком и язычниками. И кроме того, здесь начинается еще одна такая тройная, наверное, надо так сказать, система прообразов, потому что в книге Исаии Вавилонского мы видим, как слова, в общем, одни и те же говорятся о царе Кире II, персидском царе Кире II, об Израиле, народе Божьем, и о служителе Господнем, или отроке Господнем, о Мессии Христе. И заметить, где кончается то, что говорят о Кире, и уже начинается то, что говорят о Мессии, очень непросто, потому что Кир оказывается прообразом Мессии, но только прообразом между ними есть, так сказать, гигантская разница. И одновременно судьба перед Богом, Мессии и Израиля тоже двоятся, они странным образом перемешиваются и воспроизводят друг друга судьба Мессии и судьба народа Божьего. И поэтому не всегда бывает просто определить, собственно, к кому, почему и о чем говорит Бог через пророка. Вот 41 глава – это такой мессианский гимн, который начинается с обращения, по крайней мере, на первый взгляд так кажется, к Киру Второму, а дальше оно переходит уже в слова, которые обращены скорее все-таки к Израилю и к рабу Божьему, к Мессии. Вот вначале умолкните острова, народы да обновят свои силы, пусть они приблизятся и скажут, станем вместе на суд. Но прежде чем двигаться дальше, надо на секунду затормозить свой взгляд и посмотреть, что такое суд. Здесь вот в Библии суд. Это не так, как мы себе представляем, где там кто-нибудь держит безмен или рычажные весы и взвешивает там грехи и, наоборот, заслуги покойного. Ну, вот это вот все, и там бесы где-то цепляются, прочие все мытарства. Там этот, как положено фараону, праведник якобы что-то тоже пищит. И вообще не про этот разговор. Вообще. Станем вместе на суд. Здесь перед, невозможно даже сказать, может быть, перед Отцом Небесным, а может быть, вообще перед жизнью, судьбой, не знаю, правдой. Бог и язычники состязаются. И, на самом деле, разговор о том, на чьей стороне будет Израиль. И кто докажет свою правоту? Бог и язычники. Станем вместе на суд. Да, умолкнете передо мной острова. Народы да обновят свои силы. Пусть приблизятся и скажут. Станем вместе на суд. Здесь, на самом деле, не очень получается, потому что у пророка явно недостаточно информации. А то, для того, чтобы сказать, перед кем они судятся. Перед кем. Ну и правильно, Иов потом не зря, в смысле, автор книги Иова, не зря будет писать о том, что ты сам судья, ты сам обвинитель, ты сам будь тогда и защитником. Вот это парадоксальная ситуация. Тем не менее, суд заключается в том, что вот пришли двое. Один говорит, идолы – глупость. Другие говорят, наши идолы – самые шибкие. Мы вообще тут все победим. Ну вот, представляете, доказательство. Это состязание такое между двумя путями, между путем правды Бога, свидетелями, которые, в конце концов, становятся израильтяне, и путями язычников. Вот дальше мы еще не раз увидим, как работает эта картина, эта идея суда Божьего. Здесь у Исаии совершенно не похожего на тот суд Божий, который по нелепости и не более чем нелепости представляем мы себе в связи с разными вот этими мифами на тему монетарства и прочих глупостей. Итак, кто воздвиг от Востока мужа правды? Это как бы на суде реплика Бога. В состязании с язычниками. Язычники, наш лунный бог, самый-самый, вот, все хорошо, он говорит, да, хорошо, а вот мужа правды от Востока, кто воздвиг? Это вы? Это у ваших богов на это хватило силы или нет? Кто воздвиг от Востока мужа правды? Призвал его следовать за собою, предал ему народы и покорил царей. И все, и тут не поспоришь, потому что, да, Кир II покорил царей, народы, нагнанные вавилонинами в Междуречье, подчинились ему, и Кир в конце концов разослал их всех по домам. Он обратил царей мечом в прах, луком в солому. Кто это все сделал и совершил? Потому что еще тоже не забывайте, что вся вот эта вот вавилонская синкретическая религиозность, они там всех богов сразу, да, кучи, призывали в качестве средства против царя Кира, ничего не вышло, естественно. Вот кто это все сделал? Бог говорит, это я сделал. Тот, кто от начала вызывают роды. Я Господь первый, и в последних я тот же. Я первый, и я последний. Для все-таки иудеев того столетия, да и перед этим, и еще какое-то время после, это означало, помимо всего прочего, что вообще никаких других самостоятельных, по-настоящему действующих лиц в истории нет. Я Господь, я первый, и я последний. И никого больше. Происходит то, что я считаю нужным. Удивительно при этом, что говорится о том, что Израиль смог взбунтоваться перед Богом, при том, что, вообще говоря, никакие народы не могут ему противиться. И здесь тоже где-то на заднем плане маячит такой необсуждаемый парадокс всемогущества Божьего и человеческой свободы. Исайя же продолжает. Я Господь, я первый, и в последних я тот же. И вот он говорит, что все народы Вавилонии, все народы земли, тут же начали военные приготовления. Каждый помогает товарищу, кузнец ободряет плавильщика, изготовитель брони, кующего на наковальне. Короче говоря, вот это вот все, что мы теперь называем красивым словом милитаризация экономики. Вот это вот укрепление обороноспособности тоже. Это все делают язычники, пытаясь защититься от царя Кира, но это бесполезно, потому что, ну, невозможно с Богом состязаться. А ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего. Посмотрите, какой концентрированный на самом деле текст. Ну, во-первых, Бог здесь называет Авраама своим другом. Потрясающее определение. Все вроде раб, раб, рабы, рабы. Друг мой. И вот вы, я уже не называю вас рабами, называю друзьями, скажет потом Господь Иисус Христос. Вот местами, как здесь, вдруг, как луч света сияет, вот это другое, не рабско-хозяйское, а дружеское отношение Господа к своим людям, по крайней мере, к некоторым. Ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал. То есть, ну, вроде как, по этим словам получается, что они все потомки Авраама, друга Божьего, и именно народ Божий называется рабом Божьим. Израиль или Иаков, Иаков, раб Божий, народ Божий, отрок Господень, Эведа. Дело еще тоже, знаете, в том, что со времен, по крайней мере, Моисея, ну, или записи Моисея, да, и последующих судей, там, Иисуса Новина, других, вот этим словом, отрок Господень, называется политический и религиозный лидер Израиля. Политический и религиозный лидер Израиля. Царь Давид тоже назван таким же рабом или отроком Господнем. В нашей синодальной Библии все же чаще переводится это как раб, но вот здесь в книге 2 Исаии иногда как отрок, когда речь идет более явным образом о Мессии. Но выражение-то одно. Значит, раб мой – это тот, вот через кого Бог действует, через кого Бог дает спасение. Ты, которого я взял от концов земли, призвал от краев ее, сказал тебе, «Ты раб мой, я избрал тебя и не отвергну тебя. Я избрал тебя и не отвергну тебя». Стало быть, вот это вот рабство, служение на самом деле Богу, служение, принадлежность Богу, вот обусловлено тем, чтобы так Бог выбрал. И это невозможно изменить. Я тебя не отвергну. Помогу тебе, поддержу тебя. Господь говорит, смотрите, начался-то текст, как будто без перерыва, обращением к Керу Второму. Потом через суд вот он обращается к Израилю и говорит, «Будут в стыде и посрамлении все раздраженные против тебя, будут как ничто, совершенное ничто, потому что я, Господь Бог твой, держу тебя за правую руку». Ну и, вероятно, все-таки это тоже относится к Израилю рабу Божьему. Во всех этих драматических перипетиях войны и политического переустройства соответствующих обществ, распадающихся, конечно, очень страшно, и, конечно, израильтяне выглядят совершенно беззащитными. У них нет ни политической, ни военной силы, экономической и культурной тоже очень мало, и, в конце концов, да, в эпоху торжествующего меча не очень-то это и поможет. И вот Господь говорит, «Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль, я помогаю тебе». Сила, надежда Израиля на спасение не в том, что у них есть какая-то мощь, а в том, что Бог помогает, Бог поддерживает его. «Искупитель твой святый Израилев». Тоже довольно привычное слово «искупитель», о котором, тем не менее, нужно чуть подробнее задуматься. Смотрите, как и у многих народов, живших в соседстве с варварами, ну, или там, не обязательно варварами, но какими-нибудь там рабовладельцами. Возникала у Израиля потребность и необходимость выкупать из рабства родственников. На Руси тоже был специальный налог, в свое время назывался полонянишные деньги, которые собирались для того, чтобы выкупать жителей Руси из татарской, из татарского рабства, а потом из турецкого рабства в Крыму. Ну, вот. Ну, и по закону Моисееву обязанность собирать деньги на то, чтобы выкупить человека из рабства, в общем, падала на его ближайшую родню. На его ближайшую родню. Там, братьев или отца и мать. вот. Когда Израиль попал в рабство в Вавилон, безнадежная ситуация, потому что у него нет ни братьев, ни отца, ни родни, никакой. Нет никого, кто выкупил бы Израиль из этого рабства. И вот тогда Господь говорит, я буду выкупать тебя. Дело таким образом не столько в том, что Бог чем-то пожертвует или что-то сделает, чтобы вызволить Израиль из рабства. В конце концов, он сокрушает просто Вавилон, поработивший Израиль. Вот. А дело в том, что Бог говорит о себе, как о ближайшем родственнике. Я твой брат. Ну, это для нашего уха вообще невозможно услышать. Я отец. Ты отец наш, мы глина, а ты образователь наш. Скажет чуть позже как раз Исаия Вавилонский. Понимаете, здесь, когда Бог говорит о том, что он искупитель, это означает признание ближайшего неразрываемого родства между Богом и его народом. И вот это совершенно поразительное откровение, которое явно необходимо было услышать современникам Исаия Вавилонского. И дальше обращается он к Израилю, говорит, всех вот этих вот там, которые против тебя вихрь развеет, а ты возрадуешься, о Господе, будешь хвалиться святым Израилевым, потому что я Бог Израилев и не оставлю их. Ну, мы привыкли хвастаться тем, какие мы молодцы, а на самом деле это вообще никакого смысла не имеет. Хвалиться это значит говорить, вот как прекрасен наш Бог, вот как прекрасен Бог, который назвал нас своими ближайшими родственниками и выкупает из рабства и из плена. Дальше снова продолжается вот состязание с идолами. Тот суд, станем вместе на суд, было сказано вначале главы суд, который никуда не уходил, не прекращался. И здесь Господь обращается снова к язычникам, даже скорее может быть к идолам. Представьте дело ваше, приведите ваше доказательство, говорит царь Иакова. Пусть они представят и скажут нам, что произойдет. Ну, вот прям такой судебный поединок. Ну, пусть эти идолы придут сюда и будут нам рассказывать, что нас ждет впереди. А мы посмотрим, мы будем скажите, что произойдет в будущем, мы будем знать, что вы боги. Слушайте, на самом деле, конечно, в большинстве переводов, в том числе нашим синодальным, это звучит так, ну, до некоторой степени иронично, на самом деле, там, неприкрытый сарказм и, в общем, довольно такой, я бы сказал, грубоватый. Вот по отношению к идолам, да, здесь говорится, ну, хорошо, давайте, расскажите нам, что будет, ну, мы тогда посмотрим, какие из вас получились боги, мы будем знать, что вы боги, да, но вы-то на самом деле, ничто и дело ваше ничтожное, и мерзость, тот, кто избирает вас. Ну, еще царь Герк не победил, похоже. Ну, вот, и всему этому своему языческому окружению пророк говорит, вы ничто, и дело ваше ничтожно. Ну, может быть, отношение израильтян к идолопоклонству выражалось и чрезмерно саркастично, тут трудно сказать, хотя говорят, что там античный антисемиентизм был до некоторой степени этим вызван тоже, но в самом же деле, понимаете, ну, это же бред, это же абсурд, ну, бог один, и существует только он, а все остальное в это идет все идолы, это прекрасные художественные произведения человеческих рук, не более того, вот, я бы сказал, здесь необходимость быть вежливыми, сталкиваются с необходимостью говорить правду, ну, и, в общем, не так легко в любую эпоху найти здесь правильный путь, а дальше опять разговор возвращается к царю Киру, потому что бог говорил, вот, предскажите, мы посмотрим, какие вы боги, А потом он показывает как бы руками, рукой на царя Кира, говорит, а вот, я вот вам говорил, что придет с востока муж сей, вот он, вот он, я воздвиг его от севера, он придет, и придет, и тогда вы увидите, я первый сказал Сиону, вот оно, и дал Иерусалиму благовестника, я вам заранее сказал, что время избавления приблизилось, вот, вот оно начнется, а эти самые идолы все ничтожные, все они ничто, ничтожные дела их, ветер и пустота и истуканы.